Козловичи являются наиболее крупным пунктом таможенного оформления больше грузов на западном направлении. Пропускная способность – 2000 грузовых автомобилей. Задача обрезкой таможни не только стоять на страже и препятствовать незаконному ввозу товаров на территорию страны, но и наладить работу таможенного пункта так, чтобы скорость прохождения транспорта через границу страны только увеличивалась. Для этого таможенные органы непрерывно работают по многим направлениям, внедряют новые технологии и экспериментируют с новыми методами работы. С 1 января 2019 года в пункте пропуска Козловичи отдельные функции органов пограничной службы осуществляют должностные лица таможни. Это позволило сократить время движения, скажем так, физического лица от одного окна к другому, когда непосредственно в одном окне принимаются все документы, оформляются сперва таможенные документы, а потом уже осуществляется пограничный контроль. То есть как один из элементов, который ускоряет данный процесс. Автоматический выпуск товаров тоже широко распространенно используется, эксперимент по автоматическому выпуску товаров. У нас грузопоток с каждым годом увеличивается порядка от 10 до 15%, но при этом пропускная способность, да, то есть мы тоже наблюдаем некий рост. То есть пропускная способность пункта пропуска у нас это 2000 транспортных средств, 1000 транспортных средств, которые убывают и 1000, которые прибывают. Но в дни пиковых нагрузок таможенные органы готовы даже перевыполнить вот эту пропускную способность. Брестские таможенники постоянно выявляют перемещаемые с нарушением таможенного законодательства товары, а ведь на что только не идут люди, как только не изворачиваются. Без специального оборудования было бы нелегко обнаружить и подобраться к нему, особенно в труднодоступных местах. Именно поэтому действительно эффективным элементом работы таможенной службы является инспекционно-досмотровый комплекс. В 2011 году в таможне появился стационарный, а в 2017 году – железнодорожный, единственный в Республике Беларусь, который за сутки пропускает через себя порядка 140 большегрузов. Современная сканирующая техника значительно облегчает работу сотрудникам таможни, позволяет повысить эффективность осмотра с меньшими затратами времени. 180 килограмм химические наркотики, таблетки различные в оборудование были загружены. То есть это вентиляционная установка, воздуходувка такая. Оператор, аналитик обратил внимание на нехарактерные вложения в ней. Товары различные, даже количество товаров во многом может посчитать оператор, то есть количество грузовых мест. Также может выявить несоответствие товаров, товаросопроводительных документов. Часто бывает, что выявляются товары, перемещаемые с сокрытием, то есть с использованием каких-то конструктивных особенностей, транспортного средства, бампера, баки, может быть, рама автомобиля. Еще одним инструментом таможенного контроля за перемещением различных товаров по территории государства является таможенная пломба. Активная работа по внедрению в Республике Беларусь системы отслеживания транзитных перевозок с использованием навигационных пломб началась еще в 2018 году. Всего один небольшой предмет делает большую работу, позволяет в онлайн-режиме осуществлять взаимодействие между информационными системами национального оператора и таможенных органов, также осуществлять контроль за перемещением транспортных средств и оперативно реагировать на возникающие внештатные ситуации. В среднем за сутки представителями национального оператора в пункте таможенного оформления Козловича устанавливается 4 из 7 навигационных устройств. Электронное пломбировочное устройство состоит из корпуса устройства, блок индикатора, стальной трос для крепления и с обратной стороны находится магнит для крепления на транспортное средство. Как уже говорилось, из информационной системы таможенных органов мы получаем заявку по необходимости наложения электронного пломбировочного устройства на транспортное средство, осуществляющее международную транспортную перевозку. Далее мы эту заявку обрабатываем, сдаем за перевозку, выбираем нам необходимую электронную пломбу и далее происходит процесс фактического навешивания электронной пломбы на транспортное средство. Ну и конечно, куда на границе без служебных собак, безупречное послушание, преданность и острый нюх. За 15 лет функционирования отдела кинологической службы на границе выявились практически все известные наркотические и психотропные вещества, как синтетического, так и растительного происхождения. Деньги и наркотики пахнут, это факт, именно так. В прошлом году ротвеллер Ева, точнее любого электронного прибора, определила место особо крупного тайника. Мы работали в команде, то есть работала наша и рентген-система, наша команда рентгенщиков. Они заподозрили какое-то вложение, что-то в Грузии, потом вызывают нас. Мы приезжаем, уже дорабатываем вот эти все моменты. По приезду мы приехали с моей собакой, был еще мой коллега с овчаркой. По факту там был амфетамин в таблетках, много, много амфетамина. И все собаки подтвердили сразу, без экспертизы, без ничего, за 5 минут сказали, все, наркотические средства. Для нее работа – это игра. То есть, когда мы, я говорю, идем на работу, там вот такой движ, париж, быстрее, одевайте на меня, шеи не побежали, будем играть. Ну, то есть, для них это весело. Переключил собаку, все, и мы пошли. Для них это погулял, поиграл, понюхал, это интересно всегда. Есть люди тоже, которые любят собак, которые подойдут, погладят, пообщаются. По многим направлениям деятельности Брестской таможни удалось достичь значительных успехов, во многом благодаря отлаженной работе сотрудников всех вышеперечисленных систем. Нельзя игнорировать эпидемиологическую обстановку, которая внесла свои коррективы в работу Брестской таможни. В последнее время произошли серьезные изменения. Уменьшилось передвижение физических лиц, автобусов и легковых автомобилей. Изменилась ситуация в связи с закрытием сопредельных пунктов пропусков. Вместе с тем, возрос и поток грузового транспорта, железнодорожного и воздушных судов. Закрылся пункт пропуска Брестской таможни на польском направлении. Мы ожидаем, что часть транспортных средств будет перенаправлена на Брестскую таможню. Мы с этим готовы. Буквально завтрашнего дня смена на таможенную посту Козлович увеличивается в среднем на 4-5 сотрудников. То есть мы ожидаем и с этим количеством грузовых транспортных средств мы безусловно справимся. В связи с закрытием сопредельных пунктов пропуска ни один сотрудник Брестской таможни не был уволен. Сотрудники были распределены в работу Республиканского центра электронного декларирования по оформлению импортных деклараций всей страны. Одной из задач Брестской таможни является пополнение республиканского бюджета. Показатели действительно внушительные. Ежегодно от таможни в бюджет поступает порядка 1 миллиона долларов. За 9 месяцев текущего года есть чем похвастаться. Только от работы Брестской таможни в бюджет страны было перечислено свыше 711 миллионов белорусских рублей. При этом количество транспортных средств, оформляемых Брестской таможней, грузовых увеличилось порядка 15% и железнодорожных составов порядка 10%. Безусловно, на движение легковых, транспортных средств и автобусов внесла корректировка эпидемиологическая ситуация в стране.